Херсон в зоне поражения российской артиллерии. Город ежедневно подвергается обстрелам. Для нанесения ударов российская армия в основном использует грады, сообщает британская разведка. Всего за один день количество обстрелов может достигать более полусотни. И только за одну неделю, с 20 по 27 ноября, из-за огня со стороны российских войск в Херсоне погибло 16 человек. 35 пострадали, в том числе и один ребенок. Об этом говорится в сообщении Херсонского гурсовета. Город уязвим, поскольку российская артиллерия базируется на правом берегу Днепра и ведет оттуда огонь. Там россияне укрепили оборонные линии, говорится в сообщении британской разведки. С момента освобождения правобережья Днепра 11 ноября украинской армией российские войска регулярно обстреливают Херсон и ближайшие населенные пункты. Вот такое зарево видели жители города накануне ночью. Войска РФ снова обстреляли жилые кварталы Херсона. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Били также по Белозерке, Приозерному, Камышанах, Степановке, Никольскому, Чернобаевке, Токаревке, Зеленовке, Приднепровскому и Станиславу. Эти населенные пункты расположены на берегу Днепра недалеко от Херсона. А на днях в соцсетях распространили информацию о том, что областной центр обстреляли якобы фосфором. Официального подтверждения этой информации нет. Однако в комментариях люди предполагают, что именно так выглядит фосфорный снаряд. По сообщениям от местных жителей, после обстрела над Херсоном виднелась задымленность. Свидетели говорят, в воздухе взрывались небольшие облака ярких вспышек и летели вниз. В городе постепенно восстанавливают электричество и водоснабжение. Уходя, российские военные уничтожили критическую инфраструктуру, взорвали котельные и объект Облэнерго. Взрывая объекты гражданской инфраструктуры, россияне целенаправленно хотели устроить в городе гуманитарную катастрофу. Херсон остался без электричества, без связи и воды. В течение последних двух недель, как только город вернулся под контроль Украины, удалось восстановить свет для 17% бытовых потребителей. Об этом сообщили местные власти. Однако из-за обстрелов часто обрываются электропровода. По наблюдениям херсонского журналиста Константина Рыженко, город стабильно переживает 2-3 перелета в час. Интенсивность зависит от района. Больше всего обстреливают остров, Антоновку и район хлопчатобумажного комбината, известного как ХБК. В квартирах очень холодно, пишет Рыженко. Видимо, подачу тепла из-за того, что россияне взорвали котельни, еще не восстановили. Но самая большая проблема в Херсоне – с водой. Помыться – это мечта. Так ситуацию с гигиеной описал местный журналист. Люди набирают воду из точных труб и луж, пилят деревья на бревна, чтобы развести огонь. Носят ведра даже из Днепра. Но и там их подстерегает смертельная опасность. По мирным людям, которые пришли за водой, с другого берега Днепра стреляют российские снайперы. Об этом на своей странице в соцсети рассказала глава Херсонской благотворительной организации «Защита» Лариса Подольская. Чтобы как-то помочь людям выжить, в Херсон привозят гуманитарную помощь. Помогают как другие регионы Украины, так и международные организации. Доставляют еду, стройматериалы, генераторы. Из города можно выехать на эвакуационном поезде. Пациентов больниц уже централизованно вывозят в другие украинские города. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram каналы, чтобы первыми узнавать правду.